МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зима не за горами. О том, как готовиться к предстоящему отопительному сезону, предприятие Кокшетал-Жилу, расскажу вам я, Зарина Десикеева. В Егиндекольском районе строится новый спорткомплекс. Об этом подробнее через несколько минут расскажу вам я, Марсултан Ибраев. В рамках программы Нур-Лыжер построено 7 миллионов квадратных метров жилья. Более 61 тысячи семей получили квартиры. По программе Нур-Лыжол ведутся работы по строительству и реконструкции 9,8 тысяч километров дорог республиканского и местного значения. Также до конца года по карте индустриализации в регионах ожидается запуск 160 проектов. Об этом заявил министр Бейбут Атамкулов во время приема у главы государства. Также президент принял министра торговли и интеграции. Бахат Султанов рассказал о возможностях развития торговой отрасли до 2025 года. Глава государства дал ряд конкретных поручений по восстановлению и дальнейшему развитию выхода торговой отрасли на внешние рынки. Касым Жамар-Тукаев отметил, что необходимо обеспечить внутренний рынок качественной и безопасной продукции, учитывая экспортный потенциал отечественных товаропроизводителей. Начиная со следующей недели в стране облегчат карантинные требования, но в выходные дни ограничения сохраняются. Поэтому нужно строго соблюдать осторожность. Нынешние ограничения не коснутся бизнеса. Карантин, длившийся полтора месяца, облегчат с понедельника, но локдаун будет ослабевать не сразу, а постепенно. Ограничения будут сохранены в выходные дни. В выходные дни контакты возрастают. Население начинает передвигаться. Те же самые торговые центры, те же самые торговые дома, те же самые рынки. То есть, когда мы говорим в выходные дни и приостанавливаем деятельность в основном крупных объектов, которые связаны с массовым скоплением людей, перед нами стоит задача разобщения. В связи с карантином в застое оказались 830 тысяч предприятий, где работает 1 миллион 300 тысяч человек. Деятельность большинства активизируется через три дня. Однако некоторые еще не могут приступить к работе. Рассматривается вопрос о предоставлении им пособий. Соответствующее предложение будет внесено. Существует много предприятий, стоящих перед банкротством. Надо сказать правду. Мы готовим предложение по выдаче 42 500 тенге. Но еще раз говорю, увеличилось количество разрешенных видов бизнеса. В этой связи все будет высчитываться. В случае выхода вакцины, в первую очередь, с ею будут охвачены люди старшего возраста и медработники. Коронавирус очень опасен для людей с хроническими заболеваниями старше 60 лет. Министерство ожидает безопасную и эффективную вакцину. В мире разрабатывается 166 прививок против коронавирусной инфекции. Большинство находится на стадии доклинического тестирования. 500 медицинских работников, зараженных ранее, были выплачены компенсацией. Они получили по 2 миллиона тенге. Пациенты, у которых диагностирован COVID-19, при легком течении заболевания, смогут бесплатно получать жаропонижающие средства. По назначению лечащего врача также и антикоагулянты. Как подать заявку и кто может получить препараты бесплатно, в Акмолинской области расскажет Альмира Сатыбаева. Пациенты для амбулаторного лечения пневмонии, острых респираторных вирусных инфекций, а также легких форм коронавируса имеют право бесплатно получать лекарства. В июле Министерство здравоохранения одобрило включение в протокол пяти препаратов парацетамол и ибупрофен, ревороксабан, апексабан и домигатран. На эти препараты наши медицинские организации уже сделали заявки в текущем году, начиная с августа месяца до конца года. То есть заявка на этот год составляет порядка 194 миллионов тенге. На следующий год тоже эти препараты запланированы. При подтверждении диагноза, если легкая степень ОРВИ, либо пневмония, то врачом участковым выписывается рецепт, и эти препараты уже выдаются в аптечном пункте. То есть при каждой медицинской организации в поликлинике есть аптечный пункт. Социально незащищенные слои населения – это инвалиды, пенсионеры. То есть им привозят препараты на дом. Как отметили в Управлении здравоохранения, ожидается доставка препаратов в аптечные пункты. Каждый регион подал заявку на те объемы лекарств, которых должно хватить для лечения пациентов амбулаторно. Уже с этой недели казахстанцы смогут получать эти лекарства в поликлиниках. В информационных системах внесены разделы, чтобы врачи могли назначать лекарства для лечения коронавирусной инфекцией и выписывать рецепты. В случае, если выписанных лекарств нет в наличии, пациенту необходимо обратиться в контакт-центр СК «Фармация» по номеру 1439. Также здесь окажут и консультативную помощь. Агмира Сатыбаева, Ватилий Вережников, Жамбул Болтаев, Кукщиах, Парад. История современного завода бытовой химии берет свое начало с конца 50-х годов. Тогда здесь производили деревянные бочки и сапожный крем. Сегодня это предприятие бытовой химии. В период карантина большую долю производства заняли антисептики и дезинфицирующие средства. Как только коронавирус начал распространяться по территории Казахстана, Кукшитауский завод бытовой химии первым наладил производство антисептиков для рук. За время карантина объемы выпуска санитайзеров составили 120 тонн. Средства для обработки поверхностей – 40 тонн. Закуп производили компании не только Акмолинской, но и североказахстанской и Кустанайской областей. Городов Нур-Султан, Алматы, Кибастуз, Павлодар и Семей. С начала текущего года произвели около 250 тонн продукции. Из них 100 тонн – это антисептик для рук. Дезинфекция способна производить до 10 тонн в день. Ее преимущество в том, что она биоразлагаема, не нужно ее смывать, оставлять свои защитные свойства до 6 часов. Также она очень экологична. В целом, производственная мощность завода бытовой химии, где сейчас трудится 40 человек, составляет 600 тонн в год. В ассортименте предприятия 18 наименований продукции, то есть не только антисептики. Весь товар сертифицирован. Саня Кубросарва, Павел Соловьев, Абайт Олеген, Кокщи Акпарат. Третье воскресенье августа – День спорта. Аким Акмолинской области Эльмак Мажукпаев поздравил и наградил земляков, внесших вклад в развитие спорта региона. В связи с коронавирусом ряд спортивных соревнований был перенесен. Тем не менее, в этом году акмолинцы были активны. К примеру, региональная женская баскетбольная команда «Синегория» заняла в республиканском чемпионате третье место, а мужская – пятое. Волейбольная команда «Ошкон» заняла первое место в высшей лиге. В целом земляки завоевали около 200 медалей на республиканских и международных соревнованиях. Пятеро спортсменов из региона надеялись получить лицензию на участие в 32-летних Олимпийских играх в Токио. К сожалению, масштабные соревнования перенесены. К слову, в области на сегодня имеется 2500 спортивных объектов. Если за все годы мы с вами построили 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, только в этом году мы строили 4, то есть почти 60%. В Эльминтаусском, Аш-Шолынском, Целиноградском районе Боржинсал в этом году мы эти объекты будем сдавать. Идет активная работа по оборудованию современных спортивных площадок, жилых массивов, и количество в последние годы увеличилось на 70 единиц. И до конца текущего года в наших районах, в городах Молинской области мы планируем открыть 20 новых площадок. Начинаем строительство нового покор, начали строить с нового покор в Российском районе. В следующем году начинаем строительство нового города спорта в Бурабайском районе, в городе Щури. В сфере спорта занято более 2000 человек. Накануне праздника многие получили признание и награды. Особое внимание было уделено ветеранам спорта. Нам приятно такое внимание. Поздравляем всех спортсменов. Желаем здоровья и благополучия. Особо отмечена работа спортивных журналистов. Ермек Буранбаевич поблагодарил Холымбека Мухаммеджанова из телеканала «Кухще». Своей нелегкой профессии он верен уже более 40 лет. В зале встречи царила очень теплая обстановка. Радушина приняли мастера спорта по паэрлифтингу и волейболу. Четырехкратного чемпиона мира по силовому спорту Сергея Цирюльникова. К слову, среди награжденных спортсмены, известные в Казахстане и за его пределами, среди них прошлогодняя чемпионка мира по тяжелой атлетике, чемпионка Азии этого года Карина Кузганбаева. Она получила грамоту от имени министра культуры и спорта. Чтобы все были здоровы, чтобы быстрее закончился коронавирус. Для спортсменов это главное здоровье. Восстановиться хотя бы, потому что из-за вируса не тренировались, все закрыто было. Чествовали также тренеров и квалифицированных спортивных судей. Не остались стороне и организаторы, которые вносят вклад в развитие спорта региона. Я сама работаю в этом отделе, где мы организовываем всякого рода соревнования, занимаемся привлечением населения к занятиям массовым видом спортом. Я хочу вообще поблагодарить, выразить благодарность огромную своему руководству. Меня наградили такой высокой наградой. Я даже не ожидала. Это для меня вообще был сюрприз. Спорт очень важен в воспитании молодого поколения. Это и здоровье, и дисциплина, и воля, и характер, говорят спортсмены. Они верят, что их примеру последует немало земляков. Сыне Куржасарова, Ирдебульда, Дебасхоза, Павел Соловьев, Жахангер Макамбетов, Кокщаях, Парад. В регионе предусмотрены масштабные мероприятия по цифровизации рынка труда, эффективной занятости и развитию массового предпринимательства. Реализация подобных проектов идет активно и в Акмолинском регионе. Представители малого бизнеса с удовольствием делятся своим опытом получения грантов и развития своего дела. Жительница Окольского района Ольга Цыганова получила гранты в рамках программы «Бастау Бизнес», чтобы начать свое дело. В 2017 году она закончила высшетехнический колледж города Щучинск по специальности техник-программист. Позже вышла замуж и не работала по профессии. И примерно через год, как была в декрете, я узнала о «Бастау Бизнес» и решила попробовать себя в сфере предпринимательства. Подала заявку, отучилась, прошла курсы. В дальнейшем я защитила бизнес-план свой, который основывался на полиграфии. Отучилась я в июле, в конце июля. В ноябре меня уже одобрили, и ближе к декабрю я уже смогла все это закупить. То есть с декабря я уже работаю. В Окольском районе, кроме Ольги, еще 18 человек получили гранты на сумму 8 миллионов 900 тысяч тенге. Шестеро из них на развитие животноводства и птицеводства. В прошлом году гранты получили 49 человек. Ольга Цыганова по профессии программист. По своей специальности не работала. Прошла сокращенные курсы по программе «Стартап Бизнес». Получила сертификат, разработала бизнес-план. Затем она обратилась к нам. После прохождения комиссии мы предоставили грант в размере 505 тысяч тенге. Ольга в настоящее время занимается фотографией и рекламой. На грантовые средства приобрела необходимую технику. Карантин, безусловно, повлиял на сокращение потребителей. Я рассчитывала именно на обучение детей, у студентов в таком плане. Сейчас немного это снизилось, так как, во-первых, каникулы. Люди как-никак куда-то доразъехались. Но в целом бизнес идет. Планировала взять кредит, который выдают под 6%. Но в связи с пандемией опасно, думаю, брать сейчас. Поэтому на потом перенесла. По словам специалистов районного центра занятости, зачастую молодые люди открывают швейные салоны и ателье. А вот шесть обладателей гранта занимаются животноводством. Кроме того, до конца года планируется предоставить еще около 30 кредитов. Но султан Ибрайфа и Гульмур Закулова, Павел Соловьев, Шукантов, Киев, Кокщиах, Парад. В Эрементавском районе полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Определен список дежурных классов ведется в выдаче компьютеров малообеспеченным семьям. Мать трех сыновей Гульмира Ахмеджарова не скрывает, что подготовка к новому учебному году вызывает затруднения. Однако районный отдел образования не оставил без внимания малообеспеченную семью. Школа нам выдала ноутбук. Благодаря этому дети успешно закончили учебный год. В этом году опять же нам уже выдали ноутбуки для обучения детей онлайн. В новом учебном году 11 школ района будут работать в штатном режиме, 15 – дистанционно. Количество учащихся, нуждающихся в технической поддержке в районе, составляет 435. Для удаленной учебы все учащиеся районы обеспечены ноутбуками. В школах имеется 600 компьютеров, еще 38 компьютеров. Приобретено дополнительно за счет областного бюджета и 45 – местного. В рамках акции «Дорога в школу» предприниматели вручили планшеты 40 ученикам. 187 детей из числа детей, которые будут обучаться в дистанционном формате, не имеют личного доступа к интернету. Этот вопрос решается следующим образом. Отделом образования Эрмиталского района в данный момент проводятся конкурсные процедуры по приобретению Wi-Fi роутеров, а также 143 интернет-флешек, которые также будут розданы детям данной категории, для того, чтобы они могли в полном объеме обучаться в дистанционном формате. В Ерементауском районе функционирует 26 школ. Из них 17 средних, 6 основных и 3 начальных. В районе 5200 учащихся. В этом году около 600 детей впервые переступят порог школы. Родители первоклассников имели возможность подать заявление в электронном формате. До начала отопительного сезона осталось не так много времени. В летний период у коммунальщиков забот не меньше, чем зимой. О том, как готовиться к предстоящей зиме предприятие «Кокшита» уже узнавала наша съемочная группа. На котельной РК-2 установлены три пылеугольных котла-агрегата. На сегодняшний день уже два из них опрессованы. Проведены гидравлические испытания и теперь они готовы к запуску. У нас ремонтный период начался согласно утвержденным планам. По окончанию отопительного сезона приступили к ремонтным работам. На данный момент ремонты ведутся согласно запланированным мероприятиям, согласно графикам. Отопительный сезон в этом году начнется своевременно. На конец отопительного сезона задолженность кокшитауцев составила 296 миллионов тенге. В течение двух месяцев был погашен долг в размере 138 миллионов тенге. На сегодняшний день дебютовская задолженность составляет по городу Кокшитау около 158 миллионов. Из них 133 миллиона – это у нас физические лица и 28 миллионов – это у нас юридические лица. До сегодняшнего дня нами производятся работы по взысканию дебютовской задолженности путем уведомления, взыскания в судебном порядке, то есть через нотариальные конторы. Как бы то ни было, долг платежом красен. С пеней или без оплачивать нужно своевременно, говорят тепловики. Уже со следующей недели в квартирах должников будут производить отключения от подачи тепла. Зарина Дютикеева, Василий Вережников, Жахангер Мукамбетов, Кокшиах, Парад. В Казахстане запретят покупать табачные изделия лицам, не достигшим 21 года. В Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения внесены изменения и дополнения, которые вступили в силу с 7 июля. Также был расширен список мест, где курение запрещено. В соответствии с нововведениями в законодательстве запрещается курить все виды электронных сигарет, кальяна и табачных изделий на закрытых автобусных остановках, детских площадках, метро и подземных переходах. Покупать различные добавки для табака и кальяна можно только с 21 года. Продавец должен требовать от потребителя удостоверения личности. Еще один нюанс – табачные добавки для кальяна не будут находиться на полках магазинов. Это правило вступит в силу в следующем году. Ранее была продажа табака и табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста. В новой редакции дополнена продажа табака и табачных изделий, в том числе нагреваемого табака, табака для кальяна, кальяна из смеси, систем для нагрева табака. В данном случае лицам, не достигшим 18-летнего возраста, и лицам, продаваемым данным табаком, ввечают штраф в размере 15 месяцев, решены показать на физических лиц. Те, кто курит кальян и сигареты в местах, где курение запрещено, могут быть оштрафованы. Объем штрафа увеличился вдвое и составил 42 тысячи тенге. А при наличии детей в машине курящего – от 27 тысяч до 55 тысяч тенге. Популяризация произведений местных поэтов и композиторов. С этой целью сотрудники Акмолинской областной филармонии имени Уклёя Брая приступили к реализации онлайн-проекта «Эн Аманате». В рамках него около 20 произведений местных творческих людей опубликованы в социальных сетях. Даже во время карантина местное творческое сообщество не бросало свое дело. Проводили онлайн-вечера, реализовывали множество проектов. Один из таких – «Эн Аманате». Его инициатор и руководитель – известный исполнитель Сарсенбай Хасенов. В рамках проекта он отдельно, остановившись на биографии Акынов и композиторов, рассказывает об истории рождения песни и исполняет произведения. Все это снимает специально на видео и публикует в социальных сетях. «На сегодняшний день высокий интерес со стороны публики», – говорит исполнитель. Кроме того, в дальнейшем планируется изменить формат данного проекта. Повод запуска этого проекта в том, что даже во время карантина люди не должны забывать о своем духовном наследии. Каждое видео длится по 10 минут, чтобы не утомлять публику. За это время исполняются песни и рассказываются истории. В перечне не только композиции Бржан Сала Аханасера, но и произведения современников Ирана Тасхара, Нынешняя молодежь больше сидит в социальных сетях, и мы надсиливаем проект именно на них. В настоящее время в Акмолинской области насчитывается 2444 спортивных объекта. Теперь их ряды пополнит еще один новый спорткомплекс в Гиндекольском районе. Сдать объект планируют уже этой осенью. В новом спорткомплексе будут площадки для мини-футбола, тенниса, волейбола и баскетбола. Общая площадь объекта составляет 648 квадратных метров. На строительные работы из районного бюджета выделены значительные средства. На строительство спортивного комплекса из районного бюджета выделено 26 миллионов тенге. Наш комплекс будет оснащен универсальным оборудованием. Сейчас строительство выполнено 60%. Остальные работы выполняются своевременно, согласно плану. В настоящее время стройка в разгаре. Ожидается, что строительные работы, начатые в июне, будут завершены в конце этого месяца. Установлена металлоконструкция. Сейчас проводятся работы натяжения внутреннего тента. После этого верхний пент, наружний, так сказать. Потом после этого будет установка игровой площадки. Местные жители очень довольны возведением нового спортивного объекта в райцентре. Они не скрывают, что с нетерпением ждут открытия спорткомплекса. Я рад, что в нашем районе строится такой большой спортзал. Теперь молодежь будет куда ходить. Потом мы занимались до этого в школе, проходило заниматься. А теперь у нас будет свой спортзал. Будем сами заниматься. Уже свободно будет. В этом году по Ахмонинской области строится пять таких спорткомплексов. На семи спортивных объектах ведутся работы по капитальному ремонту. На эти цели из областного бюджета выделено более трех миллиардов тенге. Русултан Ибраев, Абзал Болтабаев, Алмаз Асхаров, Жамбул Болтаев, Кокши Ахпарат. На этом у нас все. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok